Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Единогласное решение. Глава Самары Елена Лапушкина избрана председателем Совета муниципальных образований региона. Брось монетку на удачу. Самарские фонтаны готовятся к открытию сезона. Вопрос, остающийся без ответа. Оглашение приговора по делу группировки Алексеева перенесли на две недели. Глава города Елена Лапушкина избрана председателем Совета муниципальных образований региона. На 14-й съезд собрались руководители министерств и ведомств, главы городов и муниципальных районов области. Обсудили актуальные вопросы развития местного самоуправления. Подробности в следующем сюжете. 14-й съезд Совета муниципальных образований региона начали с выборов председателя ассоциации. Ранее эту должность занимал глава Новокуйбышевска Сергей Марков. Он сложил полномочия, когда осенью прошлого года был назначен министром энергетики ЖКХ региона. Новым председателем делегаты единогласно выбрали главу Самары Елену Лапушкину. Благодарю от заказа мне доверия. Убеждена, что наша совместная работа будет продуктивной, интересной. И убеждена, что муниципальные образования Самарской области будут лучшими в Российской Федерации. Понятно, что опыт колоссальный у Елены Владимировны работы в муниципальных органах власти. Я думаю, что должность главы городского округа Самары – это всего лишь очередной этап в ее биографии. Понимаю, что и в контакте находится со всеми главами муниципальных образований. Ну и понятно, что работу организовать полегче, когда человек находится здесь, в столице региона. Поэтому хочу, Елена Владимировна, вас поздравить, поблагодарить всех коллег за доверие, которое вам оказано. Ну и, конечно, пожелать успехов. На заседании подробно разбирают проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при реализации своих полномочий. Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Словецкий рассказал о самых проблемных вопросах. Например, это взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Возникают случаи, когда сроки устранения нарушений по предписаниям невыполнимы. Например, это касается ремонта дорог зимой. При этом, по словам Словецкого Ассоциации на сегодня, не обладает полномочиями для влияния на контролирующие органы. Дмитрий Азаров подчеркнул, что даже не обладая исчерпывающими полномочиями, Ассоциация должна эффективно отстаивать интересы муниципалитетов и активно помогать в решении проблем. Случай конкретный. Один. Доведите до конца, чтобы вот больше этого не было. Не общими словами, вот есть проблема. Вот есть конкретный пример. Разобрались, вместе навалились, довели до конца. Все больше. Еще один важный вопрос, который сегодня волнует муниципалитеты – обеспечение земельными участками многодетных семей. У Ассоциации уже есть предложение по новому механизму предоставления участков. Глава региона поручил представить конкретные расчеты в ближайшее время. Лариса Шалафас, Николай Епифанов, События. К поводку готовы. Сегодня в Самаре прошла плановая тренировка комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках командно-штабных учений МЧС. Пока угрозы большой воды нет, но в зоне риска остаются четыре района города. Готовность районных властей к возможному стихийному бедствию оценил первый замглавы города Владимир Василенко. На время учений пункт временного размещения и питания граждан развернулся в 57-й школе. Здесь есть все для того, чтобы в случае необходимости провести несколько дней, пока не схлынет вода. Сейчас угрозы подтопления в городе нет. Уровень воды в Волге даже ниже привычного для этого времени года показателя – 28 метров. По воде, пока у Волги идет 28,3, даже чуть ниже, чем мы привыкли. Нормальная ситуация по Волге у нас 30 метров. Это штатная ситуация. Угроза подтопления может возникнуть только в том случае, если отметка превысит 34,5 метра. Тогда в зоне риска окажутся некоторые дома и дачи четырех районов города – Куйбышевского, Красноглинского, Железнодорожного и Кировского. Чтобы держать ситуацию под контролем, во всех районах созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители районных властей во время учений демонстрируют знания вверенной территории. Рассказывают руководителю штаба, какие именно дома и на каких улицах в зоне риска. В Красноглинском районе на случай подтопления заключен договор с лодочной станцией. Людей будут вывозить по воде. Специалисты отчитываются, жителям вручены памятки, в которых прописано, как себя вести в случае опасности. Люди оповещены, если мы будем в пункты временного размещения их перемещать, что они должны взять с собой. Какой минимум? Ну, просто одежды. Тревожный чемоданчик, так называемый. В памятках все это расписано и памятки всем жителям вручены. На базе ГИМС сегодня развернули службу спасения в лице поисково-спасательного отряда. Готовность их к действиям в случае большой воды также под контролем. На сегодняшний день и вообще прохождение паводка в Самару на территории городского округа Самара благоприятное. Ожидаем, но в рамках проведения учения мы готовимся к большой воде, поэтому показываем свои силы и средства. Договоры также заключены и с полицией. Очередной сброс на ГЭС намечен на первую декаду мая. Если уровень воды поднимется до критической отметки, сирены в городе и полицейские машины с мигалками в отдельных районах оповестят население о необходимой эвакуации. Виктория Шарой, Константин Головин. События. Убираются всей Самарой. В рамках городского месячника по благоустройству нужно привести в порядок дворы, улицы, парки и скверы. На средники и субботники выходят как муниципальные служащие, так и предприниматели. Сергей Кизоркин прокатился по Ленинскому району и увидел, как кипит работа. Предприниматель Алексей уже вторую весну выходит на все субботники и средники убирать территорию рядом со своим магазином. Сагитировал в помощники, сотрудников и коллег-бизнесменов. Привести в порядок газон и посадить цветы, говорит, дело несложное и верит, что красота спасет не только мир, но и бизнес. Это нам нужно и выгодно, потому что, да, если красиво около магазина, люди приходят, люди получают удовольствие. Ну, в общем, мы за такой, за правильный стрит-ритейл. И, в общем, у нас достаточно хорошо получается, уже не первый год. Если ты хочешь, чтобы твой бизнес нормально развивался, ты будешь это брать и делать. В соседнем дворе на Молдогвардейской 211 тоже кипит работа. Местные жители заканчивают облагораживать территорию вокруг дома. Мусор уже вывезли на полигон. Клумбы готовы к посадке новых цветов. Жители ремонтируют, окрашивают скамейки и детскую площадку. Любой вопрос, какой необходимый, мы собираемся, решаем вопрос. И в течение трех лет мы привели свой дом в порядок. В такой порядок, который многим даже не снился. Но это только из-за активности жильцов. Я постоянно не устаю говорить о том, что никто вам не придет и ничего не сделает. Если вы сами не будете принимать участие, принимать решения, и со своей управляющей компанией нужно договариваться. Всем, кто хочет присоединиться к уборке города на время средника и субботника, управляющие компании выдают инструмент и мусорные мешки. В Ленинском районе работы начались 1 апреля. За две недели убрано больше половины территории района. Свою лепту внесли и служащие муниципальных предприятий, и сотрудники районной администрации. Люди проявляют активность не менее, чем в прошлом году. Даже по нашим данным, во дворовых территориях задействовано и выходит на наведение порядка немножко больше, чем было это в прошлом году. Это благодаря, конечно, работе наших управляющих микрорайонов, которые их призывают, вывозят. Ну и сознательность населения, наверное, растет на наведении порядка нашего любимого города. В этом году средники и субботники очень популярны у молодежи. Школьники и студенты стараются от взрослых не отставать. По прогнозам экспертов, навести чистоту и порядок. Во дворах, в парках и на улицах выйдут почти 30 тысяч жителей Ленинского района. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. 20 апреля, в день проведения общегородского субботника, в Самаре уже традиционно пройдет тестовый пуск фонтанов. В городе 39 таких гидротехнических сооружений. Проверят работоспособность большинства из них согласно технической возможности, в зависимости от погодных условий. Сейчас идут последние подготовительные работы к сезону фонтанов. Подробности в следующем сюжете. Вручную установить каждый из 300 светильников – задача, на первый взгляд, непростая. Но опытные монтеры легко справляются с такими объемами. Устанавливать подсветку фонтанов для Петра Федотова – дело привычное. Главное – проверять изоляцию проводов, ведь они находятся под водой. Тут ничего такого нет. Устанавливает светильники, их много, поэтому требуется очень много времени. Ведется и монтаж форсунок. Фонтан Самара под ленинградским спуском отличается наибольшим количеством струй. Их почти 650. Он автоматизированный. Таких современных фонтанов в Самаре – две трети. В этом году сложности добавила очень снежная зима. Сейчас еще много грунтовых вод, которые приходится откачивать из подземных коммуникаций некоторых гидросооружений. В целом по городу задействованы 40 специалистов. Они должны своевременно завершить наладку и обеспечить работоспособность 39 фонтанов. Но забот много не только в месячник по благоустройству. Как только завершается сезон фонтанов, монтеры уже начинают готовиться к следующему. Производят ревизию и замену оборудования, отправляют его на хранение. А уже весной, когда чаши очищают от мусора, детали возвращают на место. Поврежденные меняют на новые. Перед полноценной работой оборудование проверят тестовым запуском. Многие фонтаны уже автоматизированы. Просто человек там находится для того, чтобы следить за работой оборудованной и сообщать и устранять нештатные ситуации. А те фонтаны, которые по старинке работают, да, там придет фонтанщик, включит кнопку, когда ему поступит сигнал. С нетерпением открытие сезона фонтанов ждут и жители города. Они уже соскучились по прогулкам по набережной под яркое сопровождение. Конечно, вот приеду и с радостью думаю, работают, наверное, все будет скоро. Скорее бы погода наладилась, и все было бы здорово. Ты работаешь, ты там своей жизнью живешь. И в какой-то момент ты можешь приехать на набережную, ты можешь приехать к фонтанам и на какой-то миг ощутить, что ты живешь в курортном городе. Не забывают специалисты и про менее технологичные фонтаны. Без музыкального и светового сопровождения. При необходимости красят чаши и трубы. Фонтаны моют и наполняют водой. Пробные запуски проведут 20 апреля. А 1 мая – официальный старт сезона фонтанов. В последние годы городской администрации проделана значительная работа не только по сохранению действующих фонтанов, но и по восстановлению старых и некогда бесхозных, а также по строительству новых. Специалисты обращаются к жителям с просьбой о бережном отношении к гидрообъектам не мусорить и не разрушать чаши. Все неравнодушные горожане, готовые помочь в уборке после зимы, 20 апреля приглашаются на общегородской субботник. Будет предоставлены нентарь, перчатки и мешки для мусора. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Они растят новое поколение экологически образованных жителей Самары. Областной детский эколого-биологический центр – неоднократный победитель регионального конкурса «Эколидер». В нем дети сами выращивают растения, заботятся о животных. Для нашей съемочной группы провели экскурсию и раскрыли все секреты. Подробнее расскажет Мария Левина. Сейчас мы производим пикировку сальвии. Это у нас такой красивый цветок, богатого красного цвета. Мы рассаживаем по индивидуальным стаканчикам для того, чтобы у нас созрело большое, красивое и взрослое растение. Елена Самарина с растениями водится вот уже 10 лет. Последние три года передает свою любовь и навыки работы с зеленью молодому поколению. Хоть центр и называется детским, консультацию по растениеводству может получить любой желающий, позвонив по телефону или придя на лекции. Начинаем первый посев. Еще снег не сошел, так говорится. У нас здесь уже вот такой лазец зеленый, так что можно уже с начала зимы к нам прийти полюбоваться зеленью, отдохнуть, так скажем, глазам. Вот, непосредственно вот ребятки ходят к нам, занимаются. Им нравится. В центре есть своя оранжерея, где собраны редкие виды растений. Ухаживают за ними сами дети под присмотром педагогов. Группы набирают в сентябре. Для учеников читают лекции профессора ведущих самарских вузов. А на практике дети отрабатывают все то, чему научились, и проводят свои исследования. В центре своя лаборатория. А учат здесь не только выращивать растения. В центре есть мини-зоопарк, где дети ухаживают за кабанами, козами, курами, совами и даже енотом. Светлана Балашова привела в центр внучку Полину. Пока только на экскурсию, ведь девочке еще 4 года. Мы живем в соседнем доме и часто приходим с внучкой посмотреть на различных животных и птичек. Здесь собрана уникальная коллекция, и мы очень рады, что мы живем недалеко от такого нужного детям заведения. Центр каждый год участвует в региональном конкурсе «Эко-лидер». Многократно побеждал в номинации «Общественность». Мы показываем свою работу, как она есть. То есть нам не приходится выдумывать. У нас, если дети приходят, они работают своими руками. Мы делаем и душу детей чище, и мир вокруг себя чище. Главная задача центра – вырастить новое поколение экологически образованных и ответственных жителей Самары. Занятия в центре бесплатны. Мария Левина, Максим Гусев, События. Оглашение приговора по делу так называемой группировки Алексеева, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 29 апреля. Дело слушается в Самарском гарнизонном военном суде. Число слушаний давно перевалило за сотню. Напомним, в 2016 году на скамье подсудимых оказались 9 жителей Самары. Двое из них – эксполицейский Александр Гундеров и Дмитрий Шильцев. Сейчас они уже отбывают наказание. Их осудили за вымогательство, похищение людей и кражи. А жертвами становились люди, причастные к незаконному обороту наркотиков. Еще один из фигурантов дела – Данилин Николай. Ему грозит лишение свободы сроком 19 с половиной лет. Защита подсудимого считает запрошенное прокурором наказание чрезмерно суровым. По его словам, подсудимые не совершили ничего, что повлекло бы тяжкие последствия или причинение большого ущерба потерпевшим. Квалификация действий подсудимых, которую в своей речи дал представитель государственного обвинения, она тоже неверная, поскольку, по мнению защиты, имеются достаточно веские основания для изменения квалификации на более мягкую. Далее, коротко о других темах дня. Сегодня утром в Самаре на пересечении Зубчининовского шоссе и Днепровского проезда грузовик с цистернами провалился в асфальт. Водитель рассказал, что выехал со стоянки, которая находится под мостом, проехал несколько метров и почувствовал, что проваливается. Мужчина вызвал подмогу. Напомним, с начала весны это уже не первый случай. 10 апреля из-за прорыва на теплотрассе под землю ушел кусок дорожного полотна в Сызрани. А днем ранее в Самаре у торгового центра на Новосадовой провалилась в асфальт грузовая «Газель». Массовая авария произошла на проспекте Ленина в Самаре. Одна из машин-участниц после столкновения разбила стеклянные двери у центрального входа в торговый центр и буквально влетела в магазин. По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. По предварительной версии, автоледи на BMW X3 не сумела справиться с управлением. Она столкнулась с Фордом, после чего врезалась в калину и втолкнула ее в стеклянные двери супермаркета. А вторая иномарка тем временем отправила на тротуар к Приору. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии. С начала сезона в Самарской области клещи укусили 112 человек, в том числе 28 детей. С 8 по 12 апреля случаи заболеваний среди жителей региона клещевым вирусным энцефалитом и клещевым эксодовым боррелиозом не зафиксированы. На 2019 год запланированы противоклещевые обработки в скверах и парках на общей площади более 3000 гектаров, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области. Против клещевого энцефалита были привиты и ревакциевированы более 3500 человек. По данным на 15 апреля в лабораториях исследовали 67 клещей, снятых с людей. В двух экземплярах нашли антиген вируса клещевого энцефалита. В Самарской области готовится к визиту святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Визит запланирован на осень этого года. Известно, что глава Русской Православной Церкви проведет богослужение в Софийском соборе. Примет участие в ряде других мероприятий. В Самаре подводят итоги конкурса «Добрые новости». Он проходит с 2012 года. В нем участвуют журналисты, блогеры, а также общественные организации и частные лица, реализующие благотворительные проекты. В этом году одну из номинаций «Юнкор» для школьников выделили в отдельный конкурс, поскольку молодежи трудно соревноваться с профессионалами. В общей сложности на два конкурса было прислано около 500 работ со всех муниципалитетов. Тематика самая разная. Пропаганда здорового образа жизни, патриотизм, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья. Главное, чтобы новость была доброй. Что бы ни происходило сверху, мы понимаем, если люди сами не захотят изменить жизнь у себя в селе, в городе, включиться во многие добрые, новые проекты, то, естественно, ничего не изменится. Поэтому, с одной стороны, проект рассказывает им об этом, с другой стороны, мы видим в тех публикациях, которые нам представляют в печатных СМИ в этой номинации, или видеороликах, тех людей, которые уже сами становятся героями. Героями для своего района, для своего города, в итоге для своей страны. В Самаре стартовал масштабный оперный фестиваль. В этом году ему дали название «Имена». Не случайно, ведь на сцене солисты, известные во всем мире, рассказывает художественный руководитель фестиваля Евгений Хохлов. Артисты новой оперы, Мариинского и Большого театров, приехали в Самару, чтобы подарить музыкальный праздник жителям города. В программе фестиваля три оперы на итальянском языке и одна на русском. Одними спектаклями организаторы не ограничатся. По традиции будут беседы с гостями об оперном искусстве. В эти минуты в театре оперы и балета уже идет премьера «Ригалетта». Она задумана по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется». По сюжету солист театра новой оперы Алексей Татаринцев, в опере он герцог Монтуанский, соблазняет чужих жен и юных девушек, а его шут «Ригалетта» смеется над обманутыми мужьями и опозоренными отцами, но упускает тот момент, что у него у самого есть дочь, которая также может попасть под чары герцога. Самарскому музыкальному образованию исполнилось 110 лет. В 1909 году в городе открылась первая музыкальная школа, которая получила имя «Центральный». В честь юбилея ученики школы провели концерт в Самарской филармонии. Оценила умения юных музыкантов Анастасия Ярыгина. На сцене Самарской филармонии оперный певец Валерий Макаров. Музыке он посвятил более 10 лет и уверен, оперное пение – его призвание. Свой талант Валерий развивал в детской центральной музыкальной школе с 6 лет. Сейчас учится в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории имени Чайковского. Многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов. Юношеские годы в Самаре вспоминает с теплотой. «Я очень благодарен за это, потому что я этими знаниями дрожу, я ими пользуюсь, нарастаю на них новые и другие знания. И всегда очень благодарен школе за тот универсальный большой багаж таких знаний, которые не каждая школа может дать». Выпускники детской центральной музыкальной школы из года в год показывают высокие результаты. В прошлом году центральная школа стала победителем всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». За 110 лет существования у нее сложились свои традиции, но ученики и педагоги всегда рады пробовать новое. «Так как улица Куйбышева в прошлом году была у нас пешеходной, то мы 1 сентября вышли прямо перед школой. У нас на улице Куйбышева находится школа и дали открытый концерт. И теперь решили сделать это традицией, то есть день знаний, мы выходим на открытую площадку». Сейчас в Самаре почти 10 тысяч детей обучаются в школах искусств. И около 500 из них в детско-центральной музыкальной школе. Здесь можно научиться петь и играть на всех инструментах. Развивают детские таланты лучшие педагоги страны. «Неталантливых детей не бывает. Талантливые дети абсолютно все. Кто-то в хореографии, кто-то в живописи, сколько в музыкальном искусстве. Все дети у нас талантливые. И все, каждый по-своему разные. Но при этом они удивительные, прекрасные и сохраняют свою индивидуальность». Сегодня в Самарской филармонии пройдет еще один концерт. На этот раз выступят выпускники детской центральной музыкальной школы. Прийти на него могут все желающие. Анастасия Ерыгина, Николай Епифанов. События. Медали от олимпийской чемпионки по волейболу Ольги Позняковой. Пять подростковых команд сражались за призы легендарной спортсменки. Сейчас она работает тренером в Швейцарии, но решила напомнить о себе и в Самаре. В рамках турнира провела для юных спортсменок мастер-класс. За игрой будущих олимпийских чемпионок наблюдал Сергей Кизоркин. На паркете спортзала гимназии за первое место в турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Позняковой сражаются две волейбольные спортшколы из Самары и Бузулука. Гости – неоднократные чемпионки Оренбургской области. Проигрывать не привыкли, но были разочарованы. Соревнования для них оказались легкой прогулкой. Девочкам нашим просто было играть, практически сопротивления не было. Хотелось бы, чтобы нас побили хорошо, по-хорошему. Охота такие игры, чтобы очко в очко, чтобы было напряженно и вот такой азарт хороший. Вот этого хотелось, да. О спортивном азарте, воле к победе и титаническом трудолюбии молодым спортсменкам рассказывала приглашенная звезда советского волейбола Ольга Познякова. Она начинала играть в Куйбышеве в 70-х годах 20-го века. Потом были команды Ленинграда и Одессы. Сборная СССР и победа на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, Южная Корея. Сейчас чемпионка тренирует молодежь в Швейцарии, ее сестра в Самаре. Очень большое спасибо и очень тяжело, конечно, начинать, как вам объяснить, в грунт, я уже чуть-чуть по-русски забыла, в начальные классы. Это самое сложное. Это когда, как говорится, хороший игрок, он уже вырос, он профессионал, да, когда он приходит, это уже легче. То есть он уже готовый материал. То есть очень тяжело вот то, что тренера делают, вот с этими маленькими, это очень тяжелая и нервная работа. То, что им большое спасибо, что они увлекают этих девчонок этим спортом, волейболом. А чтобы память от встречи со звездой волейбола осталась на всю жизнь, Ольга Познякова, кроме медалей, подарила юным спортсменкам ценные призы и награды за индивидуальное мастерство. В каждой из пяти команд нашлась своя восходящая звездочка. Сестра специально приехала из Швейцарии. И в честь нее, ее фамилия и имя, отчество, знают все в Самаре, мы организовали этот турнир. Держится вот на таких вот иных. Здесь вот в основном тренеры, сколько, два человека, которые конкретно тренеры. Остальные учителя физкультуры, фанаты этого вида спорта. Бронзовые медали турнира на призы Ольги Позняковой достались Самарской 18-й спортшколе. Серебру увезла команда из Кенеля, золото у гостей из Бузулука. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин